так всем добрый день есть у нас ноутбук которым отсутствует USB 3.0 и есть у нас внешний жесткий диск который поддерживает USB 3.0 как нам воспользоваться этим жестким диском внешним для того чтобы скорость соответствовала 3.0 если у вас нету портов ну и для этих целей служит если у вас в ноутбуке есть вход под экспресс-карт в данном случае он располагается как правило слева в моем случае вот здесь то есть разъем для подключения экспресс-карты шириной 34 миллиметра то есть вот есть переходник экспресс-карты то есть на два порта USB 3.0 внутри находится непосредственно сам модуль так ну и подключение непосредственно к внутренней стороне экспресс-карты разъема так ну а тут располагается USB 3.0 также здесь есть драйвера но если у вас windows 10 то они ставятся автоматически при помощи стандартных драйверов от производителя windows microsoft а ну если же у вас windows xp там и так семерка и виста там восьмерка то при помощи этого диска да кстати мы данный ноутбук модернизировали но вытащили сиди привод и на его место поставили опти бэй для того чтобы установить дополнительный жесткий диск но на моем канале есть видео про кабель USB 3.0 и подключение мини-сериала то благодаря которому то есть тот же DVD привод который извлекли можете поставить непосредственно и подключить при помощи этого кабеля ссылки будут сверху видео обычно справа находится так ну и также можно установить драйвер непосредственно и на десятку что от этого не ухудшится может быть даже будет и в лучшем варианте так ну и что из себя представляет разъемчик то есть подключать лучше вас конечно выключенном состоянии то есть без проблем он входит сюда так ну и лучше подключить сразу же от внешнего юсби жесткого диска кабель все вот он зафиксировался практически его не видно то есть ну и можете использовать данный жесткий диск с интерфейсом подключения USB 3.0 при помощи вот данного адаптера экспресс карты на USB 2 разъема так ну и давайте проверим драйвера как установились ну и проверим также скорость работы которая заявлен до 5 гигабит в секунду перенос данных на каком-то конкретном примере давайте посмотрим итак давайте подключим DVD привод при помощи кабеля USB 3.0 и м сериал а то чтобы посмотреть что у нас находится на диске так вот он прошло звуковое сопровождение так вот у нас появился дивидерон так мы извлекли ну и установим тот диск который поставлялся в комплекте с адаптером экспресс карт USB 3.0 на два порта так ну и как вот мы видим здесь вот находится драйверы ренессанс для того чтобы родные стояли непосредственно системе windows 10 они были уже установлены здесь то есть при помощи данных программ утилит так ну и давайте сейчас посмотрим как ведет себя подключаемый жесткий диск сначала к USB 2.0 так вот мы его подключили и так вот у нас появился наш внешний жесткий диск так ну и давайте скопируем вот этот файл и проверим скорость записи при подключении жесткого диска USB 3.0 к USB 2.0 ну скорость будет соответственно меньше проверять не надо так ну и видим скорость записи на жесткий диск через интерфер через подключение USB 2.0 то есть вот такая у нас средняя скорость получается так ну опять сейчас удалим этот файл так ну и теперь подключим данный жесткий диск при помощи адаптера экспресс-карт на 2 USB 3.0 вот у нас появился хост этой карты с родными драйверами то есть 3.0 ну и давайте проделаем ту же самую ситуацию открываем так ну и вставляем потому что мы уже скопировали сюда ну и видим скорость записи так ну и вот мы посмотрели отрицательные стороны конечно есть ну это во первых как правило подключение по данному разъему сильно греется ну и может выйти момент что USB подключению по данному способу может просто отвалиться так ну а так большинстве случаев то есть вот так вот не имея портов например на каком-то старом ноутбуке USB 3.0 можно выйти из положения применив данный модуль адаптер с экспресс-карты на USB 3.0 так ну и всем спасибо за внимание кому это было полезно удачных модернизаций покупок ну и до следующих видео спасибо за внимание до свидания не